Всем привет, ребята! Сегодня у нас рубрика «Эксперименты с желатином». Мне очень нравится эта рубрика. Я уже делал когда-то огромного желейного червя, а также расплавлял лазером желейных лего-человечков. А еще я строил дом из желейных лего-кубиков и даже сделал желейный мозг в натуральную величину. Ну, а сегодня я решил попробовать сделать необычное желе. То есть для приготовления желе я буду использовать необычные жидкости. И вот они, эти жидкости. Шампанское, кока-кола, томатный сок, чай, несквик и рассол из огурцов. Итак, поехали. Я купил целую кучу растворимого желатина, а также подготовил вот такие ведерки, в которых я и буду заливать желе. Вообще любое желе делается очень просто. Сейчас я вас научу. Нужно высыпать сухой порошок желатина в какую-то емкость и потом залить его небольшим количеством холодной воды. Затем нужно немного размешать желатин и оставить его на минут 15, чтобы он впитал воду и разбух. У меня всего будет 6 разных видов желе, поэтому я сразу подготовлю 6 порций желатина. И теперь нам понадобится газовая плитка и небольшая кастрюлька. Выгребаем разбухший желатин прямо в кастрюльку. И первой мы возьмем кока-колу. Отмеряем ровно 0,5 литра колы, выливаем в кастрюлю с желатином и зажигаем огонь. Медленно помешиваем колу, пока желатин полностью не растворится. Главное не доводить до кипения, температура не должна быть выше 70 градусов. И вот все растворилось, выливаем полученный раствор в форму. Следующий напиток томатный сок. Наливаем 0,5 литра сока в кастрюльку и бросаем сюда же желатин. Размешиваем на медленном огне до полного растворения желатина. И выливаем этот раствор в форму для застывания. Следующий напиток шампанское. Когда я был маленький и взрослые за столом открывали шампанское, то я всегда зажмуривался от страха. Пробка от шампанского всегда попадала то в лампу, то еще куда-нибудь. И мне было страшно, что пробка попадет в меня. Вот и сейчас, ребята, мне страшно, что она попадет прямо мне в глаз. Ну ладно, потихонечку откручиваем эту проволочку. Так, снимаем ее. Ну что, вы готовы к выстрелу? Внимание, выталкиваем. Так, давай. О, она пошла, пошла. Сейчас будет бабах, ребята. Ой! О-хо-хо, блин! Ой-ой-ой, пенится, пенится! А, нет-нет, в принципе, нормально. Я думал, будет больше пены. Но, в общем-то, открыл, можно сказать, нормально. Итак, отмеряем 0,5 литра шампанского. Смотрите, оно так пенится, что сложно понять, по какой уровень я налил. Но пахнет, кстати, вкусно. Мартини все-таки. О, смотрите, как шипит и пузырится. В общем, выливаем шампанское в кастрюльку, добавляем желатин и размешиваем до растворения. И вот уже оно растворилось. И выливаем все в форму. Ого, смотрите, до сих пор пенка сохранилась. Класс! Далее будем готовить Несквик. Сначала выливаем в кастрюлю 0,5 литра молока. Затем добавляем пару ложек порошка Несквика и размешиваем. Теперь добавляем сюда желатин и размешиваем до полного растворения. Готовый раствор выливаем в ведерко. Ну, выглядит аппетитно! Далее, ребята, берем маринованные огурцы. А именно нам нужен будет рассол. Отмеряем 0,5 литра рассола. Делаем все точно так же, как и раньше. О, кстати, давайте забросим несколько огурцов в форму и зальем их раствором. Итак, у меня уже стоит 5 формочек с необычным желе. Вот они все. И осталось приготовить желе из черного чая. Ну, это очень просто. Наливаем обычную воду в кастрюльку, бросаем туда пакетик чая, добавляем пару ложек сахара и включаем плитку. И, конечно же, бросаем сюда желатин. Вот такой вот раствор из чая у меня получился. Пакетик выбрасываем и выливаем этот чай в форму. И вот они, 6 форм в холодильнике. Ждем, пока желе застынет и будем пробовать. И ба-бам, ребята, прошло несколько часов. Все желе застыло. Я даже достал уже из форм. И смотрите, как это красиво выглядит. Coca-Cola, Nesquik, чай немного, смотрите, порвался. Ну ничего, шампанское очень красиво выглядит. Огуречный рассол с огурцами и, конечно же, томатный сок. И давайте все это будем сейчас пробовать на вкус. Итак, первое желе Coca-Cola. Посмотрите, как круто выглядит, насыщенного черного цвета, немного прозрачное пахнет Coca-Cola. И когда стучишь, так прикольно трясется. Особенно красиво это выглядит в замедленной съемке. Вау, класс! Ну что ж, давайте пробовать эту красоту. Прям жалко ее отковыривать. Слушайте, она такая получилась жесткая. Можно было даже меньше желатина ложить. Смотрите, класс, какое оно полупрозрачное, как стекло. Так, попробуем кусочек. Вкусняшка! Кока-кола, реально вкус колы, но немного не хватает сахара. Желатин все-таки немного разбавил. Нужно было добавить сахара, и было бы вообще бомба. Класс! Кока-кольные желейки. Ням-ням! Следующий будем пробовать желе из Несквика. Смотрите, как красиво выглядит. И почему-то какао посела на дно. Ну, прикольно, кстати, выглядит. Ну что, давайте пробовать Несквик. Вау! Какое оно крепкое! Ну, реально можно было один пакетик ложить желатина. Попробуем. Вкусно! Какао такой вкус, но вот здесь на дне такое насыщенное. Оно, видать, посело, и получился концентрат. Но по вкусу какао тоже не хватает сахара. Вот немножко больше надо сахара. Вкусно, мне очень нравится, просто бомба. Следующий будем пробовать желе из чая. Почему-то оно порвалось. Давайте тоже постучим его. Класс! Ну, и давайте пробовать, конечно же, это желе. Смотрите, какое оно твердющее. Это чай. А ну, какой чай на вкус? Никакой, вы знаете. Вообще непонятно, что это чай. Что-то такое безвкусное, не какущее. Кстати, если его взять и бросить на стол с высоты и снять в замедленной съемке. А мы переходим к желе из шампанского. Выглядит оно, конечно, очень круто, такого янтарного цвета. Прям янтарь натуральный. Красиво так трясется, я вам скажу. Ну, и давайте пробовать эту красоту из шампанского. Так-с, отрываем кусочек. У-у-у, класс, стекло. Пробуем. Кисленькое, но как бы такое непонятно немного. Ну, я думал, будет хуже, вы знаете, неплохо. Неплохо. Ну, конечно, шампанское в бокале лучше, но это тоже неплохо. Интересно, можно опьянеть, если съесть вот такую штуку? Вообще не, фу. Сразу как-то было вроде ничего, а сейчас так фу. Не, шампанское бе. И, конечно же, я не удержался и бросил это желе с высоты. Вау! Ну, и осталось два, пожалуй, самых необычных желе. Это рассол из-под огурцов и томатный сок. Ну что ж, давайте пробовать. Я надеюсь, меня не стошнит. Так, огурчики. Ой, даже не могу оторвать. Огурчики соленые. Ой, фу, гадость, ребята. Я люблю вообще-то рассол из-под огурцов пить, но это гадость. Давайте хоть огурчиком закусим, попробуем. Огурчик, как обычно, вкусный, класс. Вкусно так, но желе просто мерзкое. Фу, гадость. Так, отодвинем его. И томатный сок. Интересно, вкусный он или нет. Давайте попробуем. Ой, какая у него интересная консистенция такая. Смотрите, какая-то рыхлая немного. А ну, на вкус. Ну, что вам сказать. Вообще-то, очень похоже на томатный сок. Чисто томатный сок, но какой-то пересохший. Ну, это еще более-менее, хотя нет, противно. Фу. Фу. Не, гадость полнейшая. Оно выглядит красиво, кстати, посмотрите. Ну, что же, ребята, вот такое получилось видео. Что я могу вам сказать? Самое вкусное, конечно, Coca-Cola, Nesquik, остальное так себе. Ну, или вообще фигня полнейшая. Но мне было интересно попробовать. Я попробовал и получилось, по-моему, очень даже интересно. Обязательно поставьте лайк, напишите что-нибудь в комментариях. И до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok